Так, итак, дорогие друзья, все, мы начинаем, начинаем мы наше занятие, вот я вернулся в Киев и начинаем опять с Божьей помощью, блин Эдер, начинаем уроки Торы, давайте, кто остался из постоянных наших слушателей, где у нас Моши Хаим, Моши Хаим, Яков Шатанин, значит, пришел зритель прямого эфира, отлично. И чтобы было рифа Шлыма Моши Хаим, это, вот я видел, что он приболел чуть-чуть, да, попал в больницу, и чтобы ему было рифа Шлыма Комиссарук, который известен нам, Виктор Комиссарук, чтобы было ему полное выздоровление, бытов шарх, холе и строили, все. Итак, дорогие друзья, мы продолжаем изучать Мишли, продолжаем изучать Мишли, мы находимся в четвертой главе, и вообще смысл изучения Мишли, вот зачем мы изучаем Мишли, да? Значит, есть вообще смысл Мусара, вот у человека есть голова, да, есть у него голова, и у него голова такая широкая, и тело у него есть, тело еще шире, это Рафпинкус так объясняет, а шея узкая. И самое сложное, это перевести, перевести вот из мыслей все в действие, да, если то, что касается Торы, то есть понять, я думаю, любой нормальный человек, вот прям любой нормальный человек понимает, что верить в Бога правильно, выгодно, хорошо, умно, что Тора это и мы, это истина, это понимает любой нормальный человек. Но потом начать действовать, это сложно, к сожалению, да, вот этот вот переход вот этот вот между мысль в действие, он вот тут большинство буксует. И Мусар, он нам помогает, вот мы прям учим Мишли, все, все-таки помогает нам набраться вот этой вот силы внутренней, да, и не ждать, пока Всевышний нас жахнет больно, да, чтобы бежать, как жареный петух клюнул, чтобы бежать и начинать делать. А чтобы по уму просто собраться и начать выполнять заповеди, служить Богу, думать об этом. И вот нам Мишли объясняет, значит, мы сегодня находимся, точно я не помню, где я в тот раз закончил, поэтому мы сейчас с 11-го отрывка, с 11-го отрывка мы сейчас начинаем. И по пути хохма, 11-го отрывок, по пути божественной мудрости обучает тебя, ведет тебя, да, вот Тора ведет тебя по пути божественной мудрости. Адрахтиха бы могла Йошер, и она тебя, она тебя ведет, как бы, да, наставляет тебя, ведет тебя по кругам прямым. Это очень интересное выражение. Что значит, как могут быть круги прямые? Как могут быть круги прямые? Это непонятно. И Тора нам, значит, объясняется так, что такое круги прямые. Значит, иногда бывает человек, он идет в обход, как нормальные герои всегда идут в обход, как говорят, что, ну вот, умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. И была такая статья, что израильские альпинисты, да, они 8 раз подряд обошли вокруг Эвереста. То есть, есть, которые на 8 тысяч поднимаются, а израильские, которые умный в гору не пойдет, умный в гору обойдет. Они 8 раз обошли вокруг Эвереста. Тоже молодцы. И вот, значит, иногда бывает, что самый прямой путь, он обходной. То есть, например, например, значит, вот Якова Вину, он был цадик, и он, в принципе, он купил первородство у Эйсава, и он был пхор, ему было положено благословение первенцев. Теперь, но Эйсав, о, Ицхаков Вину, да, он хотел благословить Эйсава. По каким-то своим причинам у него были свои причины. Но, интересно, кстати, вот, знала ли мама, Ривка, знала ли, что Яков купил уже первородство у Эйсава, или не знала? Вот это вопрос. Кто знал об этой сделке? Знал ли только Яков и Эйсав, или мама тоже об этом знала? Если мама знала, то тогда это, ну, очень сильно меняет ситуацию. Надо бы этот вопрос выяснить, прояснить. Но, в любом случае, Ривка, мама Якова, она настаивала, чтобы именно Яков получил это благословение. Причем ни мама, ни Яков не пошли напрямую к Ицхаку, и не сказали напрямую, что, итак, папа, вот договор, я купил первородство. Мама говорит, я знаю, я росла в доме злодея Лавана, и я знаю, что Эйсав тебя обманывает. Они оба не сделали это почему-то. А как они сделали? Мама сказала Якову, значит, иди к отцу, вот тебе шкуры, вот тебе одежда Эйсава, вот я сейчас приготовлю, именно как папа любит вот эти вот еда благословения, которую он попросил приготовить. Да, возьми двух овец из моего преданного, да, чтобы не было воровства в этом. Но, значит, иди и скажи, что ты Эйсав. Яков говорит, как я могу так сказать, я не Эйсав, и я не хочу обманывать. Она говорит, смотри, я мама, ты должен маму слушаться, если проклятие какое-то, проклятие на меня, забирай на себя. Яков говорит, ладно, значит, он заходит, спрашивает его Ицкаковину, это Эйсав, типа, это Эйсав, отвечает ему Яков, они, он говорит, это Я, Эйсав, твой первенец. Он вообще не соврал. То есть вопрос, где сделать паузу, вопрос, где сделать паузу. Если он делает паузу, это кто? Он говорит, это Я, А Эйсав, твой сын. Он же не соврал? Не соврал. Если сказать, это Я, Эйсав, твой сын, соврал. А если сказать, это Я, точка, Эйсав, твой сын. Чистая правда. В итоге он получил благословение, и когда Ицкак узнал, что благословение он дал Якову, он сказал, тот, кого благословил, благословил и будет благословлен. То есть, по идее, все так и должно было быть. Но получилось, что к прямому, к правде, пришли, каким путем? Обходным. Яков обошел, да, то есть он идет обходным путем. Интересно. В общем, здесь говорится, что Тора тебя научит идти, идти бы могли, Йошер, кругами прямыми. Главное... Он также тоже говорит, что в этот лабиринт, и прямой путь в нем, он не прямой, он такой, надо знать. Да. Но в итоге Йошер, прямота, она определяется твоей целью. Если твоя цель, твое намерение, оно прямое, значит, весь твой путь, он прямой. Мне очень понравилось это, Раф Неслер, он объяснял, что если бандит-преступник, он переводит бабушку через дорогу, и он бабушку, он добрый такой, и он ее переводит через дорогу, но при этом он у нее из кармана достает кошелек, и когда он ее переведет через дорогу, он это делает, все добро, которое он в нее вкладывает, для того, чтобы бабушку выселить из квартиры потом, то это не является добром. Это все является злом от первого его движения до последнего, потому что определяется все конечной целью. Если Эйсаб, он хотел получить благословение отца, и он спрашивал его, как отделять соль, а как отделять там атмосфер от соломы, а при этом он грабил, насиловал и убивал, то это не является добро, это просто являлось, что он хотел обмануть отца, и все. То есть все судится по конечной цели, и об этом здесь написано. Дальше написано в 12-м отрывке, этого я уже объяснял. Значит, когда ты будешь идти по путям Торы, то не споткнуться твои шаги. То есть Тора тебя будет охранять, и она тебе будет объяснять, как поступить. Если ты потом побежишь, причем интересно, вначале надо разогнаться, то есть ты идешь по путям Торы, и ты идешь, 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 и ты разгоняешься, у тебя уже становится понимание, что можно, что нельзя, на уровне, оно вживается в тебя, да, и потом ты можешь уже бежать, и ты не спотнешься, потому что даже когда ты быстро делаешь потом, ты не спотнешься. Это есть книга такая, Меселати Шарим, которая обучает, как расти, как расти духовно. И она говорит, первый этап, Тора. Тора приводит к осторожности. То есть сначала ты начинаешь изучать Тору, и ты должен действовать очень осторожно, обдумывать каждый свой шаг, осознанно, что можно сделать, что нельзя, долго ты размышляешь, размышляешь, размышляешь. Но когда ты проходишь этот период такого вот осознанного, скрупулезного, осторожного изучения всех своих действий, и ты просчитываешь их на 2-3 года вперед, чтобы что-то не произошло, это осторожность. После того, как ты уже большинство ситуаций прошел, и ты очень шел осторожно, дальше осторожность приводит к расторопности. Дальше нельзя зависать в этом осторожном состоянии, когда ты все время боишься действовать, и я думаю, что очень много, очень много вот на сегодня, как бы мир Торы, он завис в своей осторожности, и очень, как бы, отошел от расторопности. Что такое расторопность? Это уже надо быстро действовать. И иногда, когда быстро действуешь, лез рубишь, щепки летят, то, что говорится. Как Авраам Авину, он, значит, очень много дел, действовал и так далее. Ицхака Вину, он был осторожный, он сидел и, как бы, был закрытый в себе, у него было вот это качество Агура. Якова Вину, он был золотая середина. Значит, хорошо. Хорошо. Теперь дальше. Когда ты прошел осторожно, потом надо бежать быстро. Дальше. Тринадцатый пасук. Ахазек Бамусар, Альтереф, Ницреа, Ти и Хаея. Значит, Хаеха. Хаеха. Значит так. Держись, первая часть, держись Бамусар. Мусар это, это, как мы уже изучали, это система, психология Торы, которая позволяет управлять своими животными инстинктами и качествами, качествами характера, своими эмоциями, то, что человека несет. Мусар, это от слова Маасар, это от слова поставить в тюрьму. Когда человек, он говорит, нет, говорит, мной инстинкты не властвуют вообще, мной властвует только мой интеллект. То есть, а что такое мой интеллект? Я подчинил свой интеллект, как надо поступать, подчинил Торе. И вот, значит, когда человек, когда человек, он подчиняет Торе, вот этот свой интеллект, после этого, с помощью Мусара, он заставляет свое тело действовать, действовать так, как приказывает Тора. Второе значение Мусар, это слово Алия Сэр, страдание. То есть, здесь получается, что, возможно, идет, есть мусар от Бога, это когда человеку дается страдание, даются неприятности. Я помню, у меня недавно было прямо очень такое пробуждение, стал снова на еще больше, на правильный путь, еще больше решил, что надо больше внимания уделять служению Богу. Когда я это решил? В кресле у стоматолога. Когда мне вырывали зуб, и он не шел, он реально не шел. Я думал, Господи, я тебя прошу, пожалуйста, сделай так, чтобы он у меня вышел, этот зуб, пожалуйста. Что я делаю не так? За что мне эти страдания? И я начинаю размышлять о своих поступках неправильных, Я говорю, ну только вот сделай, чтобы меня отпустило. И начинаю искать, где же я что-то не так сделал, что мне сейчас положено это страдание. Значит, пока, потом он говорит, не вылазит твой зуб. Я думаю, блин, не нашел еще, не нашел. Надо пилить. Ой, начали мне его пилить на две части. И пока мне его пилили на две части, я все попередумал, столько решений хороших попринимал, вы не представляете. Потом, чтобы их не забыть, я записал. Но пока, как бы, уже зуб не валит практически, и я их, как бы, отложил немного, да? Потому что, так устроен человек, что он, если он не хочет идти по пути Бога, то тогда Бог ему вынужден. То есть, написано, мы уже это изучали, что, что, это шер, ашем, оэф, у, йохиах, теавет бен тироце, что, которого Бог любит, он его, йохиах, он его увещевает. Как отец, который любит своего сына, он не может позволить сыну не учиться, не работать, не делать зарядку, не чистить зубы, и так далее. Он его заставляет, это бывает, мама добрая, такая, да, сыночек, на, ты главное покушай. И вот он кушает, кушает. Ой, мама, я не хочу чистить зубы. Ну, не страдай, сыночек, не чисти. Ну, там, зарядку не хочу делать. Ну, не делать, сыночек. А папа, он говорит, что значит не хочу? Надо, ты должен. Ой, я не хочу. Папа берет ремень, который сына любит, и ремнем его гонит, заставляет делать зарядку, и так далее. Сказать, кто больше сына любит? Мама, которая ему кока-колу наливает, или папа, который его ремнем бьет, и заставляет его идти на стадион тренироваться, чтобы он был здоровый. Конечно, папа его больше любит. И то же самое, когда Бог, он смотрит, человек идет вообще в неправильном направлении. Он ему делает проблемку какую-то, проблемку еще одну, чтобы он стал на правильный путь, чтобы получил вечную жизнь, чтобы он начал радоваться, чтобы он имел хорошую семью. Но если человек, он не обращает внимания на все эти сигналы, тогда, а он все равно хороший человек, потому что он в Бога верит, тогда Бог говорит, ладно, если ты не хочешь идти по правильному пути, но ты уже себе заработал место в Улам-Аббах, значит придется тебе все страдания, которые есть, они будут тебе вместо заповеди. То есть ты, значит, здесь страдаешь, мучаешься, и потом ты туда приходишь, и приходят люди, говорят, а за что ему, он же тоже ничего не выполнял. А Бог говорит, он ничего не выполнял, но как он страдал. И, значит, он получает за счет страданий вечное удовольствие, ради которого Бог и создавал мир, чтобы дать людям вечное удовольствие. А другой человек, он здесь гнался за удовольствиями, за радостями, он тоже там себе заработал, но он туда приходит, ему там говорят, слушай, тебе там котлы чистить в этом воду. То есть ты сам не в котле будешь, но будешь чистить котелки эти, как таджик какой-нибудь. Ну, он говорит, а почему, я же при жизни-то я сделал то же самое, что тот, ну, медсвод мало я делал, но почему ему там вечное наслаждение, а мне чуть-чуть. Ему говорят, послушай, а ты посмотри, как ты здесь жил, ты здесь-то как жил, ты здесь все время гнался за удовольствиями, ты здесь имел очень хорошую жизнь. То есть, поэтому, самый правильный способ это делать заповеди, делать заповеди каждый день, выполнять рацион Ашем. Желание Бога, это выражено в его заповедях. Ты выполняешь заповедь, ты в это время соединяешься с Богом. Хорошо. Дальше. Дальше у нас идет так, это усильца в мусаре, то есть ты усильца сам лучше себя заставляй, чем Бог будет тебя через страдания заставлять. И напоминать тебе. Аль ТРФ Ницрея. Значит, Аль ТРФ. Что такое Аль ТРФ? Давай посмотрим. Аль ТРФ. ТРФ. Не ослабляйся. От слова репуй. От слова репуй, да, не ослабляйся. То есть, здесь есть такая вот ситуация, что человек говорит, а я все хорошо делаю, то есть у меня все по минимуму идет, я нормально делаю. Написано в Мишле, мы дальше будем учить, что тот, кто ослабляется в своей работе, он как будто бы портит. И то, что искривлено, мы учили в Каэлите, уже нельзя исправить. Что имеется в виду? Ведь джоу-то можно сделать, но если ты не доделал, исправить нельзя. То есть, вот проходит, проходит, например, шаббат, его уже не вернешь. То есть, ты можешь шаббат или сделать заповедь шаббат, или у тебя не будет вот этого вот очень самого бонусного такого, знаете, есть как в компьютерных играх, есть когда какие-то выполняешь действия, и ты такой, дюш, типа жизнь такая, да. Каждый шаббат это как вот эта вот жизнь такая, да, это знак союза, и если ты выполняешь заповеди с кованой, с намерением, прямо вкладываешься в них, да, и дур-митсва, то ты набираешься жизни. Но если это прошла заповедь, есть митсва у верет. Ты не можешь вернуть, если ты сегодня отвели не одел, день прошел, все. То есть, наказания тебе не будет, но ты балл уже не заработал. Значит, поэтому не ослабляйся, говорится дальше. То есть, первая стадия усилься в мусаре, заставь себя делать заповеди, хоть как-то, хоть по чуть-чуть, хоть как-то. Вторая заповедь, это вторая стадия, это не ослабляйся. То есть, если ты начал делать, набирай. Моолимбик душа, поднимаемся в святости, не опускаемся в святости. И, значит, дальше, и она дальше тебя будет, будет она тебя защищать. Ницрея, это больше, чем Лешмор. Ницрея, это ты должен сохранять тот уровень, на который ты поднялся. То есть, ты сохраняй, значит. Получается, такое идет. Заставь себя, не ослабляйся, потом сохраняй тот уровень, все время, на котором ты находишься, то есть, не понижай его, потому что, получается, интересная вещь. Иногда люди спрашивают, а вот я начал соблюдать, вот я очень много с этим сталкивался, да, я начал соблюдать, и, значит, меня перестало переть, все у меня ужасно, не, вначале, ну, там, начинает, вначале переть, Всевышний, там, бах, тебе делает чуть ли не там, рассечение моря для тебя, да, но ты еще не понимаешь, как это, и часто, вот, тот период, когда ты делаешь шаги ко Всевышнему, ты вместо того, чтобы сильно молиться, я знаю людей, которые, вот, например, они только начинают соблюдать, сделал обрезание, молятся, 15 лет не было детей, бах, ребенок, потому что ты делаешь такой, бэмиссерутнеж, какой-то шаг серьезный, и это у тебя огромный бонус, но есть люди, которые, они к этому относятся, да, ничего, не сделал такого, и они, как бы, пропускают, джойтер сгорел, теперь, значит, но потом, начинается следующий этап, вот он уже начинает соблюдать, начал соблюдать шаббат, начал соблюдать основные заповеди, и потом, он перестает расти, и начинает падать, но это еще не самое страшное, потому что, если он плавно растет, и плавно снижает свой уровень, то никаких особых скачков в его жизни нет, самое, с моей точки зрения, страшное, это когда у человека остается, одна, две мелочи, которые он загнал на уровень, там, и дурмитсва, то есть, он, например, там, я не знаю, жене цветы дарит перед каждым шаббатом, вот такими бутетами вообще там, и считает, что все, он выполнил главный заповедь Торы, при этом, ну, там, что жене подарил бутет цветов, это главный заповедь Торы, но при этом, он говорит лошонара, с утра до ночи, то есть, нарушая все возможные, при этом, он в питании, шумер, там, всякие, ну, такие уже нюансы, которые вообще там, ну, то есть, я даже не знаю, то есть, этот кашрут я не ем, этот кашрут я не ем, этот кашрут я не ем, типа, это не кашер, это какой-нибудь бодац, там, три бодаца, не ем, только ем это, да, и тут же начинает лошонара говорить, на кого-то раввина, да, то есть, когда вот эти вот все перекосы, то тогда на небе смотрят на него, говорят, слушай, да ты цадик такой, ты там, не ешь кашрут бодац, бет юсеф, например, или рабанут ты не ешь, то есть, ты всех раввинов, которые поставили свой кашрут, ты запасулил, да, рабанут я не ем, а потом ты такой цадик, говоришь лошонара на раввина, секундочку, так, значит, если ты такой цадик, и начинаются у людей вот эти вот серьезные, разные пробои, поэтому, очень важно, как говорил Балджием Тов, знать, изучать Тору, чтобы знать, где заповеди из Торы, где заповеди мудрецов, где обычаи, чтобы из-за обычая не нарушить заповедь мудрецов, из-за заповеди мудрецов не нарушить заповедь Торы, и чтобы быть равномерным таким, равномерным, расти, 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 и расти, все, дорогие друзья, значит, нам сказала, мусар, заставь себя, дальше, вторая очень классная вещь, не расслабляйся, когда ты уже делаешь, Нецре, сохраняй тот уровень, тишмор тот уровень, на который ты поднялся, то есть не падай с него, тиха-ейха, потому что она, Тора, жизнь твоя, то есть она дает тебе жизненную силу, она дает тебе жизнь, и значит, чтобы была у нас у всех браха, вацлаха, благословение, жизнь. Сейчас месяц обновления, сейчас месяц Ниссан, вот был Рош Хонош Ниссан, и сейчас мы растем, растем, растем в Песах, Лейл Сендер, выходим из Акбалот, старого вообще года, да, из старых своих привычек, из ограничений, начиная с Песаха, мы начинаем считать Сверата Омер, 49 дней, мы выстраиваем себе новые качества характера, как раз вот эта вот работа психологическая, ты выстраиваешь себя нового, и в Шавлот получаем Тору на 49-й день, и выходим на новый уровень, хай-левел, вообще, 80-й уровень служения Всевышнего, все, дорогие друзья, удачи, успехов, хорошего дня, все, значит, постараемся, до завтра.